Акции протеста прошли в нескольких городах страны. Какие требования митингующих удовлетворили, какие поручения дал президент? Казахстанцам с синим статусом запрещен вход в общественные места. С 5 января действует новое постановление санврача страны. Главный подарок в новогоднюю ночь. 17 малышей появились на свет с началом 2022 года. Как чувствуют себя дети и их мамы? Глава государства приняла отставку правительства. Напомню, резкое повышение стоимости газа вызвало протестные акции в нескольких городах Казахстана. С 1 января цена голубого топлива подскочила до 120 тенге. Причина – введение электронной торговли на сжиженный газ. 2 января жители Жанаузена вышли с требованием снизить стоимость газа до 50-60 тенге. 4 января акции протеста прошли в Ак-Тубе и Атырау. В этот же день цена газа снизилась до 50 тенге в Мангисталской области и городе Ак-Тубе. Но не во всех регионах митинги проходили цивилизованно. Касамжи Мартукаев дал ряд поручений соответствующим органам. Смотрим сюжет. Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. С телевизионным обращением президент страны выступил ночью 5 января. В этот же день глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Президент сообщил, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке, которое глава государства принял. Согласно Конституции, это означает прекращение полномочий всего правительства, передает аккорда. Его члены продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов. Также Касамжи Мартукаев подчеркнул, что одна из главнейших задач исполнительной власти сдерживания инфляции осталась невыполненной. Теперь это первостепенная задача следующего состава и нового главы Кабмина. Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыдок никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовые и газоперерабатывающие отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Престает провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка. Говоря о складывающейся непростой обстановке в стране, Касамжи Мартукаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на Министерстве энергетики, а также компаниях Казмонайгаз и Казакказ. В ходе совещания президент изложил ряд первоочередных мер, направленных на стабилизацию текущей ситуации. Во-первых, я одобряю комплекс мер, предложенных правительственной комиссией по Мангестау. Во-вторых, поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 предпринимательского кодекса вести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года. В-третьих, поручаю правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. Также Тукаев поручил Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий. Об итогах расследования президент поручил доложить в течение 20 дней. Также Касымжи Мартукаев дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации. Вести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней. Вести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решения будут приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе. Приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц. Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней. Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения. Создать общественный фонд народу Казахстана, финансируемый за счет частных и государственных источников для решения проблем здравоохранения и детей. По данным МВД, во время незаконных акций отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок. По сведениям, на 14 часов телесные повреждения получили 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждены десятки служебных автомашин, в их числе автомобили полиции, кареты скорой помощи и спецтехника пожарных. За нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек. Ожоги второй степени получила 14-летняя девочка, спасая младшую сестру и себя из огня. 1 января 8.43 в двухэтажном доме по адресу улица Халтурина, 166, вспыхнул пожар. В результате возгорания огнем уничтожены веранда, помещение кочегарки, кухня, личные вещи, стены и потолочное перекрытие. Пламя охватило площадь в 50 квадратных метров. Ликвидировали пожар огнеборцев в 9.25. Сейчас выясняются причины происшествия и подсчитывается ущерб. Состояние на сегодня несовершеннолетнее оценивается как стабильное. В огне подстрадали кисти рук и предплечья. Всего с 31 декабря по 4 января в регионе произошло 11 пожаров. К счастью, случаев летальности не зафиксировано. В северном Казахстане водитель-лишенник снова сел за роли на марке в нетрезвом виде. 24-летнего жителя Жамбовского района полицейские задержали на трассе Мамлютка-Кустанай между селами Воскресеновка и Афонькино. Пройти мета-свидетельствование сельчанин отказался. Для проверки факта опьянения взяли забор крови. Полицейские также установили, что всего пять месяцев назад молодой человек уже привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде. Тогда водительских прав его лишили на 7 лет. Теперь парню грозит наказание от крупного штрафа до 5 лет лишения свободы. Ситуация с коронавирусом в Североказахстанской области остается стабильной. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 29 человек. Болезнь у большинства из них протекает с симптомами. Среди новых случаев антилидер по-прежнему областной центр – 12 зараженных. Не отстает от Петропавловска-Казалжарский район – 11 инфицированных. По два случая обнаружили в Таиншинском, Макаинском и Есельском районах. Всего с нарастания в области коронавирусом заболели 35 тысяч человек. Кроме того, в регионе продолжается массовая вакцинация населения. С начала прививочной кампании антигеном уже привились почти 300 тысяч североказахстанцев. О текущей эпидобстановке говорили и на брифинге. За последние две недели в регионе зафиксировано 539 случаев коронавируса. Если сравнивать с аналогичным периодом в декабре, это на 44% меньше. С 31 декабря область находится в зеленой зоне. Что касается проекта АШИК, в регионе зарегистрировали 1400 североказахстанцев, которые пытались попасть в общественные места с красным или желтым статусами. 167 человек заплатили за это штраф на общую сумму 7 миллионов тенге. Не смогут с 5 января попасть в общественные места и лица с синим статусом. Вышло соответствующее постановление. Если раньше люди с синим статусом, у них был запрет на посещение общественных мест в выходные и праздничные дни, то теперь с 5 января гражданам Республики Казахстан с синим статусом запрещен вход во все общественные места или они имеют право входить в эти заведения, если у них на руках свежая справка ПЦР о сдаче ПЦР-теста в течение 72 часов или справка о постоянном медицинском отводе от прививок. Значит, в какие общественные места вход? Ну это естественно, что это торговые дома, торгово-развлекательные центры, торговые сети, рынки, это организации общественного питания, организации обслуживания, то есть парикмахерские салоны красоты, педикюрные и массажные салоны, бассейны, религиозные объекты, компьютерные клубы. И также здесь вот перечень из 24 объектов – это фитнес, спа, бани, сауны. Вакцинация населения проходила и в праздничные дни. Только за прошедшие сутки в первой городской поликлинике бустерную прививку получили почти 50 человек. В целом за весь период здесь прошли ревакцинацию более 2000 североказахстанцев. Как проходит иммунизация в медицинском учреждении, расскажет Диана Салихова. Лизат Кусеинова в начале декабря прошла начальный этап иммунизации. Хорошо подумав, горожанка приняла это решение, чтобы обезопасить себя, своих близких и маленьких внуков, за которыми присматривает. Сегодня пришла за вторым компонентом вакцины. С начала иммунизации в первой городской поликлинике прошли полный курс вакцинации более 30 тысяч жителей. По словам врачей, осложений после прививки у людей не было. Идет в учреждение и ревакцинация. Среди тех, кто повторно иммунизируется, есть и беременные женщины. Привили здесь 5 будущих матерей. Если беременные получили вакцину спутник, ревакцинация проводится Pfizer. На сегодняшний день ревакцинацию Pfizer получило 5 беременных женщин. Также вакцинация проводится у подростков вакциной Pfizer, что составило 463 подростка. Также женщины после родового периода 76 человек. И первый компонент получило у нас 4 беременных. Всего в области первую дозу вакцины Pfizer получили более 6 тысяч человек. Вторую – почти 7 тысяч. Диана Салихова, Казбек Рыгбаев. Итоги дня. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В новогодние праздники обойтись меньшим количеством травм, по словам врачей, способствовал ковид-19. Пациентов в отделении травматологии поступило в этом году меньше по сравнению с прошлыми годами. Связывают это с карантинными ограничениями. Тем не менее, на новогодние праздники получили различные повреждения более 300 североказахстанцев. О самых тяжелых случаях расскажет Диана Салихова. В новогодние дни в сутки в отделение травматологии обращались порядка 70 жителей. Поскользнулся или подвернул ногу – это львиная доля всех обращений. Травмы в основном связаны с тем, что больные торопятся сесть на транспорт, невнимательность, ну и плюс, как обычно, алкогольное опьянение. Между тем, врачи отмечают, состояние алкогольного опьянения, как ни странно, не самая частая причина травматизма. Только 25 таких случаев из 302 были в эти выходные. Тем не менее, именно по вине высокоградусных напитков произошли самые тяжелые случаи. Из тяжелых травм было три обращения с переломом шейки бедра, это люди возрастные. Один перелом бедра госпитализирован, перелом голени отказался от госпитализации. Всего отказалось от госпитализации 5 человек. Но я думаю, все они обратятся в ближайшее время и будут госпитализированы, поскольку четверо из них были в алкогольном пьяни. Человек неадекватно оценивает ситуацию, не хочет уезжать, тем более в новогодние дни, в стационаре, поэтому не ложатся. Есть случаи и с оборожением. К примеру, выпивший мужчина уснул в снегу. В результате обморозил и руки, и ноги. Если состояние не улучшится, нет другого выбора, кроме как ампутировать конечности. Хотя, по словам Валерия Грибашова, в этом году случаев травматизма из-за погоды меньше. Наверное, потому что сильных морозов в праздники не было. В отделение поступило 11 человек. Настоящее новогоднее чудо ожидали сразу несколько женщин в областном перинатальном центре. Там в ночь с 31 на 1 родились 7 малышей. Еще 10 появились на свет под Новый год в центральных районных поликлиниках. Анастасия Кузнецова с подробностями. Для Алии Амиржанова этот Новый год был особенным. Вместо праздничного стола – родильная палата. Вместо боя курантов – плач, только что появившийся на свет дочери. Маленькая Аяру родилась ростом 61 сантиметр, весом 4-200 килограммов. Я родила с ночи с 31 на 1, в 4 утра. Роды прошли все хорошо. Это третьи мои роды. Медперсонал был рядом, присутствовал. Несмотря на то, что это была новогодняя ночь, под, можно сказать, салют, потому что на улице салют не прекращался до утра. Были слышны празднования Нового года. Мы в это время рожали. В эту же ночь, правда, чуть раньше свое маленькое чудо увидела и Дина Небога. 0,1,55 на свет появилась ее доченька Юлия. Ровно в срок. Для 34-летней женщины это четвертые роды. Весом она родилась 4,310. Рост 57 сантиметров у нее. Роды прошли успешно. Хороший дружный коллектив у них, отзывчивые люди. Вот надо, чтобы везде такие работали, с большим сердцем. Новогодняя ночь при Натальном центре прошла в штатном режиме. В праздничное дежурство работали медицинская бригада и бригада санавиации. В режиме ожидания работала бригада санитарной авиации. Это наши коллеги, которые на дому в режиме ожидания были готовы выехать в любое время, в любой регион области для оказания помощи. В новогоднюю ночь родилось 7 малышей. Из них 5 мальчиков и 2 девочки. Последним проводил уходящий год здоровый мальчишка, который родился в 23 часа 45 минут. Первой в 2022 году родилась здоровая доношенная девочка в 0 часов 50 минут. В центральных районных больницах в новогоднюю ночь появилось на свет 10 детей, 6 мальчиков и 4 девочки. В целом, говоря о статистике рождаемости, врачи отмечают ее снижение. В 2020-м количество родов составило 5129, в прошлом 4690. Анастасия Кузнецова, Михаил Казначеев. Итоги дня. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. МТРК. Будьте всегда в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова